Как не улыбаться после таких вот слов, чтобы с маршрута не сбиться. Слово Божие, записанное Евангелие Тиана, 19 глава, 28 стих. Евангелие Тиана, 19 глава, 28 стих. «Подетого Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнив уксусом губку и наложив на истоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. И, преклонив главу, предал дух». Это вместо, дорогие друзья. Тема моей проповеди «Совершилось». Иисус произнес семь фраз, когда был на Христе. «Совершилось» имеет очень особое значение для всех нас. Я хотел просто понаблюдать, что же все-таки произошло с этим словом. Что же связано с этим словом в плане Божьего спасения и в плане нашего спасения. Итак, картина. Иисуса провели через два вида казни. Обе казни были смертельными. Первая казнь была избиение плетьми. Эта казнь... В эту казнь не выдерживали люди плетьми. Тело было разорвано после этой казни. Мышцы были разорваны. Чтобы восстанавливаться, тело после казни проходил долгий процесс. Иисуса после этой казни приговаривают к смертельной казни через повешение на кресте. Через распятие на Христе. Ему дают нести его крест. Но окровавленное тело или тело, уже истекшее кровью, оно не имеет столько силы. Мышцы не так легко могут работать, когда есть потеря крови. Иисус дали нести их крест. На Голгофском кресте его распяли. Распяли его на этом кресте и вознесли над землей. И вот картина. Что происходит в состоянии человека, прошедшего через такие страшные физические, физиологические тяжелые удары для его тела? Во-первых, многие люди не выдерживали таких ударов. А таких ударов от казни. У Иисуса было кровавленное тело, истекающее кровью тело, издорванные мышцы на спине. Чтобы человеку находиться в этом состоянии, в истечем состоянии, нужно было приподниматься на руках и ногах, чтобы вдыхать воздух, чтобы кислот попадал в легкие. Поскольку у него он должен был подниматься на ногах своих и руками приподнимать себя. Но поскольку спина была мышц разорванной, я думаю, что большей частью тела он должен был руками или мышцами грудей стягивать себя, чтобы набирать воздух. А когда он набирал воздух, получая немного кислород в легкие, он использовал, когда он выдыхал воздух, он мог выговаривать слова на выдохе. Это не очень легкое состояние, друзья. Если даже человек может быть связан, и ему тяжело вздохнуть, или он связан так, что ему тяжело вздохнуть, у него начинается паника, у него начинается такой эмоциональный срыв, всплеск, потому что ему тяжело вздохнуть, он не может набрать воздуха. Борцы, которые борются, они часто вынуждены во время борьбы, во время схваток дышать маленькими порциями воздуха, чтобы не начать паниковать, чтобы паника не началась в теле. Подобно произошло Иисус на кресте. И вот он висит, тело растянуто, и вот с каждым вздохом, когда приподнимается, вздохнуть, он говорил эти фразы. Итак, что говорил Иисус Христос на христе? Я хотел бы немножко коснуться этих моментов. Первое, он сказал, когда его распяли, когда увидел этих воинов, глумящихся возле него, возле креста, он говорит, «Отче, прости им, ибо эти люди, они не знают, что творят». Те, которые его на эту казнь привели или его осудили, они знали, что они делали. Воины не знали, что делали. И он сказал, «Прости им очень, ибо не знают, что творят». Первую фразу он сказал на выдохе, может сказать, на одном выдохе он сказал эту фразу. Вторую фразу он говорит, видя маму свою, которая стояла в возле Христа, которая в действительности, видя эту страшную картину, когда сын ее в таком учении в себе на христе, она действительно испытала то орудие казни, которое прошло через нее. Иисус, видя ее, заботятся о ней. И говорит, видя рядом стоящего Иоанна, ученика, говорит, «Жена, си сын твой». Ему говорит, возможно, надо было ему еще раз приподняться, чтобы сказать Иоанну эту фразу, «Си мать твоя». Это было второе, что он сказал со Христа. Третье, что он сказал со Христа, разбойники были возле Него. Один из них смеялся, оглубился. Может, который тоже начал смеяться, но потом опомнился. И говорит, «Что ты делаешь? Мы правильно осуждены, а Он ничего не сделал достойного смерти». Ты говоришь, «Господи, помяни меня, когда придешь в сердце Твое». Иисус говорит, «Сегодня же будешь со мной раю» в украинской переводе и в других переводах в российском или в русском ныне. Будешь со мной в раю. Следующая фраза была сказана. Следующая фраза была уже обращена к Богу. Он сказал, Иисус сказал, «Эли, эли, эли, ломаса вахвани» или «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Следующую фразу он сказал «Жажду». Друзья, он мог бы не сказать этой фразы, но он сказал «Жажду». В принципе, эта фраза была записана еще на страницах Писания. Еще в Псалме 68, 22 стих, написано было, что «Вместо еды дали мне желчь, а вместо питья дали мне уксус». Как все совпало. А ведь желчь с уксусом это не было еврейским каким-то видом напитка, чтобы утолять жажду. Нет. Уксус и желчь, во-первых, уксус – это едкая-едкая жидкость, но желчь, это брала желчь от мертвых животных. Желчь, она разъедала все. Для чего делали эти римские воины? Там было целое ведро этой жидкости. Они готовили ее для страдающих. Это не была вода в Палестине или там в Иудее, где они жили. Там без воды практически нельзя. Как-то здесь братья наши говорили, что когда они там были в Израиле, то нужно было обязательно с ночи, с вечера напиваться воды вашему организму, их организму, чтобы они могли потом днем не произошло обезвоживание, потому что там сухой воздух сильно. То есть влага должна была быть. Здесь римские воины преподносят не влагу, а преподносят другое, как бы сказать, наказаемое, вид наказания. Это жидкость ядовитая. Она поднимала, она побуждала, или как бы, как говорят, по-английски говорят, heartburn получался сильный, или изжога получалась сильная, как бы изнутри. И ее никак невозможно было ничем утолить. То есть к мучениям, которые на кресте были у него, у него добавляли еще мучения и изнутри. И люди страдали больше, но умирали быстрее. Для римских воинов это было немножко легче. Не надо было стоять днями возле Христа, а можно было быстрее это сделать дело, потому что человек изнутри уже сгорал. Как бы, как бы она его давила изнутри. это жидкость. Следующую фразу он сказал в экстрате, когда он эту фразу сказал жажду, они поднесли губку с этим уксусом, Иисус только вкусил ее, сразу сказал, совершилось. А потом сказал, отче, руки твои приду и дух мой, и отошел в вечность. То есть после этой губки, после этого напитка, как говорят, кто-то говорил, тонизирующая напитка для Иисуса, он отошел в вечность. Такой был хороший напиток, который помог ему сразу дойти в вечность. Еще когда это произошло, говорят, когда пронзили войны Иисусом, вытекла с него кровь и вода, это говорило о том, что у него произошел по медицинским заключениям произошел разрыв сердца, поэтому кровь собралась у него в этой сумке перикардии с водой. Итак, это то, что произошло в тот момент, это картина, которая произошла там на Голгофе в тот момент. Что же все-таки произошло, что же все-таки заключалось в этих словах совершилось или закончилось или заполнилось или остановилось? Это была последняя семечка или последняя зернышка, которая могла что-то заполнить, после него уже ничего не помещалось туда. так она выглядит, это слово совершилось. Итак, что же все-таки совершилось? Вкратце коснемся нескольких этих моментов. Бог создает для своего общения мир, прекрасный мир, ангельский мир, и живет в этой, в этой, ангелы живут с Богом в этом единении, в этой гармонии. Эту красоту Бог и ангел испытывали недолго. Люцифер каким-то образом соблазняется, совращается и совращает за собой третью часть ангелов, одну третью часть ангелов совращает за собой. Те ангелы как бы обмануты были, Люциферу нужна была слава. И вот благодаря тому, что они пошли за ним, он славу себе приобрел, а ангелы были обмануты. Тогда Бог создает другой мир, телесный, физический, который мы видим сейчас на земле, материальный, материальный мир не вечный. Духовный мир, там, где жили ангелы, небожители, то был вечный. Этот мир не вечный, материальный. Люцифер и сюда вмешался, чтобы эту гармонию, которую имел Бог с человеком, нарушить опять. Вмешался он. Он обманул путем, он обманул Еву, она вкусила плод. Но он не учел, что Бог, он он творец, он знал естество Люцифера или дьявола уже. И Бог заранее подготовил этот план спасения. Этот план спасения должен был кто-то совершить. План этот включал в себя один, включал в себя нескольких таких, нескольких проемов во времени, которые заключались в Сыне Божьем. Потом. И в этом плане Сын Божий говорит, Господь говорит, ты тело уготовил мне. И дальше Он говорит, сей я, или как Он говорит, бот, иду исполнить волю твою. Соглашается Сын Божий. Исполнить волю Божью. Итак, лукавый змей древний, он обостил человека, но не учел, что Бог у Бога может быть другой план. И Бог создает новый план для того, чтобы восстановить эту скиню или восстановить это общение Бога с человеком через Сына Своего, через Святого Сына Своего, через Святую Жертву, через Господа, чтобы потом нас сделать подобными Сыну Его, и чтобы мы могли быть в той славе, которую потеряли люди, потеряли ангелы, чтобы в эту славу могли войти мы. Итак, Бог открывает, дает несколько таких направлений для людей. Люди начали размножаться на земле, но Бог не оставил их без Себя, без Своего Слова, без Своего явления. Первым же, которые получили проклятие, Адаму и Еве, он дает откровение или дает надежду. Он говорит, говорит, Еве, говорит, Адаму, говорит, прежде всего, говорит, сначала, Еве говорит, что семя твое будет наступать ему в голову, давить змея будет в голову, а потом, говорит, Адаму, дает ему завет жертвы. Он, как священник домашний, должен был просить жертву Богу. И в этой жертве открывалось, что человек должен был освящаться, чтобы иметь общение с Богом, чтобы не зря жили они, чтобы в них была надежда. Далее, он открывает человечеству. Первый Енох, который был седьмой от Адама, он говорит такие слова. Первая глава, 15 стих, 14 стих. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, что идет Господь с этим ами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие. Он сразу говорит откровение, что будет день Господен. Седьмой это Адама уже имел это откровение. Адаму дал Господь жертву, чтобы они готовились, чтобы люди имели надежду. Люди имели надежду. Моисею Господь говорит, Моисею говорит народу Божьему, что пошлет вам Бог пророка как меня, его слушайтесь. Далее он открывает несколько таких моментов. Каким будет этот человек или этот Господь или этот пророк, который будет спасать их? Он дает три направления. Прежде всего, он будет очень сильно унижен. Он будет очень сильно этот человек, этот Господь или этот пророк, или тот, который пошлет Господь, он будет очень сильно унижен. Это написано в 3 главе Исайя. 3 стихе. Он был презрён и умолён перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо своё. Он был презираем, а мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понёс наши болезни. И мы думали, что он был презираем, наказуем и унижён Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучаем за беззакония наши. Второе, что Господь открывает через пророков, что он будет страдать. И далее написано, что он истязуем был, но страдал добровольно. Но он и не открывал у своих, как и в самом виде было на заклане. И третье, что говорит Господь, откровение, что он погибнуть должен будет за народ свой. Это было третье откровение, которое Господь говорит, что он должен будет погибнуть за народ свой. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесёт жертву умилостивления, он утрит потомство долговечное. Друзья, Господь открыл эти три шага. Евреи, еврейский народ должны были увидеть этого Мессию, который должен был вводить в них храм. Еврейский народ этого не заметили. Более того, Бог открыл ещё через другие места Писания, что этот Мессия будет, и он будет так страдать. Они должны были его узнать, друзья. И они его узнали. Во-первых, они знали, что они распинаются на Божьего уже. Он открыл это сам, когда сказал, чтобы вынести его за застан, за виноградник и убьёте. Они уже знали, кого они распинают. Когда они говорили с Пилатом, они говорили, не пиши, что он царь иудейский, да пиши, что он сказал, что он царь иудейский. Они знали, что они делали. И когда они вознесли его на крест Голговский, написано было, что они, Писание исполнялось перед ними глазами. Когда он был на кресте, он воскликнул, Божий мой, Божий мой, мы это прочитали, для чего ты оставил меня? Далее, все видящие меня ругаются надо мною. Третье, он упал на Господа, смеялись лидеры израильские. Пятнадцатый, пятнадцатый стих, я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце моё сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моих. Сила моей сохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортане моей, и ты свёл меня к перси смертной. Ибо псы кружили меня, скопище злых обступило меня. Может было печести кости мои, делят ризы мои между собою, а в одежде моей бросают жребий. Кто бы мог подумать, что это исполнится прямо перед ними глазами, теми людьми, которые не знали Писания, римлянами. Ах, те люди исполнили Писание. Итак, Господь заранее все сказал, эта картина пошла перед ними. Но были еще кое-некоторые моменты. Прежде всего, должна была быть эта жертва, которая была готова пойти на этот крест на страдания. Этот Сын Божий, он должен был быть, достоин быть этой жертвой. Написано, что Агнецем непорочным должен был быть. Он должен был быть непорочным ни в чем. Вот представьте себе, сколько раз мы за день бывает согрешаем? или, скажем, за час. Ну, скажем, ладно, сейчас мы не вспомним. Ну, бывает, если вспомнить, думаю, сколько раз мы могли ошибиться в слове, в мысли, в делах, в словах. Даже иногда ложь вылетает, мы даже не подумали. Оп, вылетело. Прости, Господи. Сколько раз мы ошибок делаем за рулем или где бы там ни было? Много, друзья. Как Христу нужно было прожить, чтобы остаться этим Агнецем незапятнанным до конца дней своих? Давайте посмотрим на него. на Христа, на картину Христа. Он должен был быть святым, он должен был быть непорочным. Эта жертва должна была быть непорочной. А он жил в семье, у него были родители, у него были братья и сестры, друзья. Вот представьте себе, как нужно было жить, чтобы не оскверниться ничем или не сделать какой-либо такой грех, который запятнал бы его перед вечностью. Потому что, когда свершалась на кресте голгофская жертва, вся вселенная наблюдала над этим, над этой ситуацией. Итак, первое, что должно было быть, непорочное зачатие. И Исаия, пророк говорит, что все девы в очревии примет. Она приняла в очревии и родился младенец. Второе, интересный момент. Этот младенец с детского возраста написано, что возрастал, икреплялся, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Малыш этот в действительности удивлял всех своими какими-то качествами, необычными. Третье, когда было написано, когда он стал постарше, 12-летнего возраста, этот ребенок любил, оказывается, Слово Божие. Если он, оставшись в Иерусалиме, провел несколько дней в храме и своими этими мудрыми беседами и высказами удивлял людей, то это дитя имело особое благословение. И последняя фраза, когда спросили его Мария и Иосифа, нашли его в храме, что ты сделал, человек с нами, почему так сделал? А он сказал, разве вы не знали? Такие мудрые слова у ребенка, что мне должно быть в доме отца моего или в том, что принадлежит отцу моему. Такие слова мы, взрослые, не могли бы сказать. Ребенок сказал такие слова. Итак, дальше умалчивается картина жизни его. С 12 лет до 30 лет умалчивается. Потом по жизни, по служению мы видим, как несколько раз переплетается, встречается в Евангелии истории, где описывается немножко его семья, его братья, его мама, как-то описывается. И казалось бы, когда он стал на служение, как будто бы, у них даже как будто бы трение или разделение в семье есть. Может, Иисус хотя бы здесь поступил неправильно, подумает, может быть, лукавая мысль подошла бы, что Иисус, например, он даже отказался от мамы своей, от братьев отказался, когда там они пришли за ним. Друзья, если мы читаем, не берем эти слова, не вырываем из контекста, читаем все, что было, читаем по всему Евангелию, там была серьезная картина. Во-первых, первое, что сделали, они сказали, все, кто последует за Иисусом, отлучали от синагоги. Это раз. Что такое синагога? Это место, где собирались люди на служение, это место, где у них проходили праздники, это место, где у них даже были маленькие такие как бы коматушки внизу были, часто иногда делали снизу, если было большое здание, иногда сбоку, где наказывали даже людей. Там были даже орудия, где их привязывали, наказывали людей, если люди были непослушные, члены синагоги. Даже закрывали, даже закрывали в тех коматушках без окон, и окошко есть на дверях, из решеточек. Я видел такую нарисованную картинку какими-то еврейскими художниками. Так синагога выглядела. То есть, это серьезная вещь, друзья, синагога. И там с этими людьми поступали очень строго. И если кто-то кого-то можно было еще исправить, его наказывали. И если кто-то подавался к наказанию, его отлучали. И вот теперь, смотрите, Иисус по обыкновению вошел в храм. По обыкновению вошел в синагогу ихнюю и начал читать, учить. По обыкновению, у него было обыкновение. У них у всех в семье было такое отношение. Это была богобоязненная семья. Вся у них была богобоязненная семья. И вот эта семья, которая по обыкновению постоянно ходила с народом Божьим, собирала синагогу, в храм ходили постоянно по обыкновению. Их теперь должны были эту богобоязненную семью отлучить от синагоги, от еврейского народа. Вы представляете, через что проходила его семья в те моменты, когда Иисус совершал служение. Ученики отречились от всего, а семья там. Она не с ней вместе. Иисус знал. В то время, когда это произошло, люди пришли из Иерусалима и начали наговаривать на Иисуса, что Он одержимый. Он изгоняет бесов силою Белизевула. Они заставили родственников Иисуса и его родную семью с Назарета прийти аж Капернаум забрать Иисуса, потому что Он невменяем. Вот скажите, как должен был поступить Иисус? Я думаю, что нужна была мудрость небесная, чтобы семью Его уберечь. И вот Иисус, Его родные стоят, толпа людей стоит, иудейские лидеры стоят, людей, которые пришли из Иерусалима, стоят тоже там. Ждут реакции. Все знают, что должно произойти. Иисус смотрит и говорит, кто матери Моя и кто братья Мои. Вы думаете, Он ударял свою семью? Нет. Он защищал свою семью. Они уже после этого ничего не могли сказать Ему. Он сказал, те, кто слушают Слово, те, кто исповедают Бога со мной вместе, эти люди братья Мои и Матерь Моя. Он не отказался от матери, Он не отказался от братьев, но Он их обезопасил, чтобы они еще могли спокойно еще жить, пока совершится все. Иисус не предавал свою семью, как некоторые можем рассуждать, что можно оставить отца и мать. Нет. Он их любил. Он их не оставлял. Я думаю, что сделал все возможное, чтобы им было хорошо, даже несмотря на то, что Он на служении был. Он сказал, кто любит больше отца, мать, братьев, сестер, нежели меня, недостоин быть моим учеником. Так что Он их любил, но Он должен был исполнять волю Божью. Итак, это что касается семьи и святой жизни Иисуса Христа, как человека, который был на земле тогда. Второй момент, или третий момент, это служение Иисуса Христа. Что должен был выполнить Иисус Христос, чтобы потом на Христе Он сказал, совершилось и спокойно отойти в вечность. Друзья, если бы Он что-то сделал неправильно или сделал во грехе, с грехом, не совершилось бы это. И после этого не было бы ни церкви, может быть, не было и спасения, не было бы этого, если бы Иисус в чем-то надломился. Итак, что делает первое Иисус? Приходит Он к Иордану, а Иоанн уже крестил людей, крещение покаяния, подготовил людей к принятию Христа. Что делает Иисус? Он подходит к Иоанну, чтобы креститься. Написано, Иоанн удерживал его, но он сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. И происходит окрещение. Скажите, мы часто говорим, что этого не надо было. Друзья, не надо было бы этого, Бог бы не участвовал в этом сам. Христос бы это не делал, и Дух Святой не сошел бы в виде голубя. То есть, это надо было сделать. Крещение тоже имеет свое основание в основании Церкви Христовой, для Церкви Христовой. И так, это надо было сделать. И после этого, это первый шаг, который он должен был сделать. Иоанн удерживал, Иоанн удерживал. Он говорит, нет, оставь, сейчас. Это надо совершить обязательно. Второй шаг, что получается. Дух Святой сразу, как только он выходит, Бог посылает его в пустыню на 40 дней для испытания голода. Что такое 40 дней во Библии? 40 дней Бог уничтожал землю, или как земля была уничтожаема дождем и водами, которые поднимались под земли. 40 дней все живое, за 40 дней все живое исчезало. 40 дней Моисей стоял в посте, был в посте, чтобы быть там пред Богом на горе. Казалось бы, в 40 дней все, что есть человеческое в нас перестает уже запросы свои давать. Все человеческое наше уже перестает себя проявлять. Человек уже живет только Божьим. 40 дней Иисус в посте. Серьезное испытание, друзья. Не знаю, кто из нас бы выдержал эти 40 дней. Говорят, что 20-26 дней еще можно выдержать, а 40 невозможно. Ну, Писание не обманывает, не лжет. Итак, первое было, это второе было, что Иисус сделал, это испытание. 40 дней на служение шел, он должен пройти через испытание. Третье, что должно было быть, и Дух Святой не зря повел его туда. У него было еще искушение. Он должен был еще устоять перед сатаной во всех искушениях. Он должен был еще не податься на подачку хлеба. Голодный был, 40 дней в посте. И Духово его искушает. На, поешь, только скажи, и вот тебе хлеб с камня. Бог говорит, нет. Иисус говорит, нет, не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из Иисуса Божия. Следующий шаг, где дьявол, ставит на крыло храма его и чудным образом хочет его прославить. Падай, бросайся вниз, ничего тебе не случится, по Писанию будем жить. Ты же Сын Божий. Господь говорит, нет, не искушай Господа. Третье, дьявол предлагает ему всю славу Вселенной. Не просто так, Земли, Вселенной. Он знал, что предлагал. Он показал ему мгновение в око. Одно только сделай, склонись, поди передо Мною. Ну, что тебе стоит? Просто склонись. Господь сказал, нет, отодет меня тут, а, сатана. Отоди лукавый. И совершает это, возвращается, написано, возвращается в силе Духа, в Назарет. То есть, друзья, если бы он не устоял в этом, в искушениях, он мог бы потом дальше сказать, совершилось? Он мог бы сказать, что я сделал все до конца, не спорьте ничего? Думаю, что не смог бы он сказать. Он должен был стоять в искушениях. Четвертое, что он сделал, я сказал, уже накоснулся, он пошел в Назарет. Друзья, четвертый шаг, что я сделал Иисус в своем служении, он вернулся домой. Он вернулся к своей семье, он вернулся в свой город, Назарет, где он жил, он пошел в свою синагогу учить, как было и раньше. Друзья, он прежде всего пошел заботиться о своих. Правильно. Любой из нас, какое бы служение нес, мы прежде всего должны заботиться о своих. А то что пользуешь, ты весь мир пробитешь о своих. Не позабочишься. Там написано о своей душе, а тут о своих оставишь своих. Мы пойдем вокруг земного шара благовествовать, а своих оставим сзади. Нельзя так делать. Начинать со своего дома. Это сделал Иисус, пример для всех нас. Он в свой дом привел, пришел в дом, благовествовать в доме своем. Что интересно, дом его не принял. Что делает дальше Иисус? Он идет в синагогу, идет к людям, где он жил, вырос. Друзья, он только пришел туда. А не уже молва пошла по всей земле. Он пришел в синагогу, начал учить. Все дивились этой благодать и силой, исходящей из него, из его души, из его духа, из его уст. Но и там соблазнились. Смотрите, мы знаем его братьев, сидя там, в синагоге, или там сидят сестры его. И соблазнились этим. Друзья, Иисусу больно было, но он свою миссию выполнил. И в своей синагоге тоже. Там, где он жил, на зрите. Позже, следующий шаг он делает, он идет уже благовествовать другим. Он учеников собирает и благословляет и дает им силу, власть, для того, чтобы не пришли дальше нести его служение. То есть, все, что он делал, он дал им власть над бесцами, чтобы они могли исцелять, врачевать всякую болезнь, совершать чудеса, они должны были это все делать, потому что он им дал тут власть и силу. Позже сила иссякла у них, но власть еще осталась. Силу надо было набирать, а власть уже у них есть, как у детей Божьих. Так и у нас сегодня осталось тоже. Молись, исполняйся благодатью и молись дальше. Или молись за больных, молись, делай то, что ты должен сделать, и ты увидишь, как Господь действует, тогда эта благодать тебе действует. И еще пару моментов, и мы будем смотреть, что дальше произошло. Итак, шестое, он открыл ученикам таинство, таинство веры. Он оставил им это таинство. Одно было таинство служения, как служить на... Одно было таинство смирения, как он в смирении подошел, помыл и многие всем ученикам, показал им пример, как они должны жить, нести это, нести это служение. Третье таинство было и в Христии. Он стал им и это таинство, чтобы они потом могли это совершать в церкви, которая потом, живя на земле, могла бы соединяться с церковью небесной, с церковью вселенской. И последний шаг, который сделал Иисус седьмой, это пострадал и умер. Умер на кресте. Сказал, совершилось. Придал Дух Свой для спасения человечества. Итак, друзья, мы кратко просмотрели, что во многих местах, если бы Иисус поступил, как мы сейчас поступаем по-человечески, я не думаю, что Он смог бы нас привести ко спасению. Я не думаю, что Он потом бы мог пойти в Царствие к Отцу Небесному и послать Духа Святого. Я не думаю, что Дух Свой пришел бы на землю и создал церковь, если бы Иисус хоть где-то поступил не так, как Он должен был поступить. Заканчиваем. Хочу сказать, просто такое направление дать. Совершилось. Господь совершил, в заключении скажу так, Господь совершил в Своем плане все. Первый мир, санейство, удалось разрушить немного. Второй мир человека тоже удалось обмануть. Я думаю, что Бог создал каждого из нас и ангелов создал так, чтобы мы не совращались, чтобы у нас не было желания быть неблагодарными, чтобы у нас было желание чистое, святое, жить с Богом в гармонии. Но с помощью искусствия такое происходит. Мы часто теряем спасение или теряем эту близость с Богом. Итак, друзья, Господь и Бог сделал план, по плану Божьего спасения мы должны были... Христос должен был пострадать. Он должен был до конца пройти всю эту жизнь. Он должен был служение закончить до конца. Он должен был пострадать, по Писанию. И когда, друзья, Он из последнего дыхания сказал, совершилось, в этом было основание. Он знал, что уже в тот момент его уже жизнь прекращалась. Это слово Он сказал. Как раз тогда, когда Он еще мог сказать эту фразу. И даже если бы уже снимали лица Христа, чтобы это не произошло, я думаю, жизнь его уже отходила. Он уже совершил спасение наше, друзья. Благодаря Ему мы можем быть в церкви. Благодаря Ему Дух Святой пребывает сегодня с нами. Друзья, и последнее, брат сегодня уже напомнил эту фразу, которую сказал Иисус перед честным с земли. Он сказал, идите, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Друзья, дорогие, будет еще одно слово совершилось, как расскажет Иисус, но после Него уже невозможно будет никому спастись. Это записано в Откровении 21-я плава. Он дал нам задание по велению и сказал, идите, и проповедуйте. То есть, все, что вы имеете, все, что вы получили, отдайте другим. И сея с вами в седине до скончания века, аж пока Он не скажет, что опять совершилось. Пятый стих. Сказал, сидящий на престоле, все твори все новое. И сотворил, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинные и верны. И сказал мне, совершилось. Я истинный, альфа и мега, начало и конец. Жажущему дам от, дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все. Друзья, Господь и Бог совершил этот план спасения. Хочу только спросить, как часто в жизни нашей мы могли бы сказать тоже так, совершилось? Как часто? Апостол Павел сказал, что течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец правды. Пусть Бог благослит нас всех, чтобы мы вот так же, заканчивая день, смогли сказать с радостью, совершил этот день. Если мы будем отходить в вечность от земли, пусть Бог благослит нас, чтобы мы имели эту живую веру, чтобы мы прошли эту жизнь, пришли ее свято, совершили до конца, не позволили дьяволу украсть ничего, что есть у нас, то, что Бог доверил нам, особенно наше наследие, чтобы мы с Господом в церкви, там, в Царстве Небесном, были все вместе в церкви, и в Евгении Христовой. Пусть Бог благослит нас, чтобы мы, выйдя отсюда, помнили, что нам тоже надо будет сказать, совершилось когда-то. И как сможем его сказать? Сможем ли его сказать или нет? Аминь. Будем молиться. Сможем ли его сказать?